Глобально очень хочется пообщаться вообще с людьми, со школьниками в первую очередь, которые еще не окунулись во всю эту историю, постараться вселить в них какую-то ответственность, с одной стороны, и, с другой стороны, надежду на то, что все это поправимо, и все это можно исправить нашими силами. В основном все атомные станции расположены в европейской части. Вторая экспедиция, она действительно тоже уникальная в своем роде, потому что мы посетим такой объект, как Красный Бор. Я слышал о нем достаточно много, и мне крайне интересно не только там побывать, но еще и немножко углубиться в эту атмосферу, а именно атмосферу влияния этого полигона на окружающую среду. Всего у нас здесь будет с вами 80 человек. У нас будет 5 дней для того, чтобы погрузиться в менделеевские ценности. Три года назад мы начали проект «Менделеевские классы», и сначала сами сомневались, но на сегодняшний момент я уже 100% уверен, что это позитивный проект, успешный проект. Пожелать хочу вам успехов в этой экспедиции, и вы точно отсюда вернетесь совершенно другими людьми, заряженными, одухотворенными. У вас появится огромное количество друзей. Добро пожаловать на Валсийский завод. Было интересно посмотреть, как из маленьких деталей получается огромное судно. Это что-то очень грандиозное, невероятное. Я никогда не была на ледоколе. Когда мы шесть этажей поднимались вверх, а потом там открылся вид, я просто представила, как люди в океане через льды, там, может быть, эти касатки какие-то или белые медведи. И вот они идут, колют лед и смотрят вперед. Почувствовала себя капитаном дальнего плавания. Почувствовала себя капитаном дальнего плавания. Значит, выбираете воду по течению. Не выпускаете бетончик. Мне понравилось в самом центре, там, где арка большая. Очень красиво. Да и просто в Питере все здания такие культурные. Мне это нравится. Нам рассказывали интересные факты, о которых я тоже даже не додумался. Глобальное потепление — это просто ничто иное, как наблюдаемое изменение температуры воздуха. Проблема глобального потепления сейчас принципиально интересна всем. Но мне как-то деятелю науки, она, естественно, интересна. Земля настолько большая система, что здесь изменения скорее случайны, нежели закономерны. Но, тем не менее, подвижки, так скажем, к поиску закономерностей, они стоят того, я думаю. Мы проснулись очень рано. Честно говоря, я не привыкла, так как еще часовые пояса у нас разные. Понравилась, конечно же, поездка на остров. Нам показали просто волшебную растительность. Биоразнообразие впечатляет. Сегодня вы сможете познакомиться с заказником 102 гектара. Акватория, прилегающая к Финскому заливу, к границе заказника не входит. По мере прохождения нашего пути мы делали заметки. Помимо заметок в дневнике я еще записал свои впечатления. Вот такие вот впечатления на самом деле. Все очень весело, все очень круто и интересно. Может быть неприятный запуск, поэтому тот, кто будет открывать в конце занятий, да, будьте внимательны. Все, засекайте 7 минут. Цель ознакомиться с экосистемами островными. У нас две категории. Заказники, памятники природы. Вокруг вас кустарники, это ивы. Здесь несколько видов произрастает. Заказники, памятники природы. Мне было интересно познакомиться с такой методикой определения, как полевая лаборатория и как ее использовать. Для меня такой опыт действительно важен, потому что я учусь на втором курсе лесного дела, защиты и охраны леса. И для меня такие полевые лаборатории будут в будущем, так скажем, основной работы. То есть исследования в основном я буду проводить в лесу. Вы опускаете крышку или диск-сек, если у вас есть, и смотрите, на какой глубине он начинает исчезать. Подросток можно разделить по высоте на несколько классов. Я впервые в таком огромном расстоянии своего города. Я впервые даже на самолете летала. Я, конечно, некоторые места знаю из художественной школы, нам рассказывают по картинкам, но вживую это намного интереснее видеть. Все эти достичьятельности и архитектуру и тому подобное. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры подогнал «Симон» 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 подземных вод, соответственно, не просачивалась на территорию полигона и, опять же, с полигона тоже ничего не уходило. Этот канал впадает в речку «Малая жорка», потом «Большая жорка», потом «Ижора» и «В него». То есть у нас вот с вами всего 13 километров до Невы, а вот здесь вот находится в Неве городской водозабор питьевых вод. Третье направление нашей деятельности, оно связано с ликвидацией накопленного экологического вреда. Вы сегодня были на полигоне, который является одним из таких ярчайших примеров накопленного экологического вреда в нашей стране. Ярчайший, но не единственный, к сожалению, в процессе, так сказать, этой деятельности вообще в стране формируется, ну, по большому счету, это новая отрасль промышленности. Это даже вот не какая-то не экологическая отрасль, это промышленная отрасль по обращению и переработке отходов. Для этой отрасли необходимы не только кадры, для этого необходимы научные программы, образовательные программы. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Сейчас мы проводим опыты, которые помогут нам выяснить, насколько эффективно работают очистные сооружения. Они работают, пока что они временные очистные сооружения. Как нам рассказали, в дальнейшем планируется в 2025 году постройка очистных сооружений уже более сложной проектировочной системой. Степень очистки и степень негативного влияния на окружающую среду значительно снизится. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Деревня, которая расположена чуть-чуть пару километров отсюда, носила название Устье. И жители ее занимались в основном рыболовством и каботажным плаванием. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Когда сосна растет, она из нижней скучки из года не теряет, потому что они получают меньше света, а без света и ветка жить не менее. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Нам рассказали о реакторе, как устроена атомная станция, как происходит обработка. Было интересно познакомиться с этой механикой, что как происходит, например, охлаждение реактора, где берут эту воду и сколько, в каких количествах ее потребляют. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Я впервые попал в Менделеевскую экспедицию. Это необычайный опыт. Я больше углубился в саму химию. Я стал понимать, как происходят там реакции, как делать те или иные опыты. Узнал о некоторых опытах вообще. Также, я думаю, я стал более экологически грамотным и подчеркнул в себе то, что надо стремиться к большему и не оставаться на месте. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Приветствую вас на закрытии второй Менделеевской экологической экспедиции. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Субтитры создавал DimaTorzok